Всем привет! Продолжаем путешествие по моему маленькому городку, Санкт-Петербургу, Васильевский остров. На этом острове я живу. Вот хочу вам показать какой, ну не могу сказать, что невзрачный, а серьезный дом, который находится по адресу Средний проспект 56, он угловой и выходит одним углом. 14 линия. Это называется доходный дом Корниловой. Ну что, в 1832 году на этом месте был построен одноэтажный деревянный дом тулярной советницы Шишковой. В 1909 году участок приобрел строительный подрядчик Корнилов. Для него архитектор Барановский возвел шестиэтажный дом парадными фасадами по проспекту и по 14 линии. В доме Шишковской в 1744 году поселился вышедшего отставку с военной службы художник Федотов. Павел Андреевич Федотов, русский живописец и график, академик живописи, родоначальник критического реализма в русской живописи. Конечно, все помнят его картину названием «Свотовство майора», находится на Ковской галерее. У Федотова частенько бывал Майк Николай Аполлонович. Кто такой Майков? Майков – это поэт, такой очень песучий, я бы сказал, поэт. Его стихотворения «Сон и картина вечера» появились сначала в Одесском «Мармонахе», но дебютом 13-летнего Майкова было стихотворение «Орел», опубликованное в библиотеке для чтения в 1835 году. Здесь очень много про него написано, но вот краткая выборка из того, что написано. В 1860-е годы творчество Майкова подверглось резкой критике со стороны революционных демократов. В лирике Майкова часто встречается образе русской деревни, природы, русской истории, отражена его любовь к античному миру. Многие стихотворения Майкова были положены на музыку, кстати, Римским-Корсаковым и Чайковским. Он в течение четырех лет переводил слово «полку Игоря» в поэтическую форму. Перевод закончен в 1870 году, занимался переводом народного поэтического творчества в Беларуси, Греции, Сербии, Испании, переводил поэтов Гейны, Мицкевич, Гёта, ну и так далее. В этом же доме жил иллюстратор «Мертвый душ» господин Александр Агин. Это внебрачный сын отставного ротмистра коллегасского полка, участника Отечественной войны 12-го года Алексея Петровича Илагина. Но эти фамилии Илагин сократили и получилась усеченная такая фамилия Агин. Известен он как отличный рисовальщик, иллюстратор книг различных изданий, создавал серии произведений Гребенки, Панаева, Тургенева, Лермонтова, Пушкина и других. Сотрудничал с разными журналами. В 1844-45 году переустрелил Ветхий Завет. Главная его работа, конечно, это 104 иллюстрации к мертвым душам Гоголя. Здесь жил гравер Бернацкий. Гравер Бернацкий учился в 1840-1942 годах в мастерской господина Клотта. Гравировал рисунки для литературной газеты «Альманаха физиологии Петербурга». Первоначальную известность обрел как исполнитель гравюр по рисункам Гагарина для книги Сологуба «Тарантас». Это было в 1845 году. Жил здесь также литератор Владимир Васильевич Стасов. Это русский музыкальный художественный критик, историк, искусственный архивист, общественный деятель. Кстати, он был сыном архитектора Василия Петровича Стасова. Конечно, здесь была его сестра Надежда и выдающаяся общественные деятельности. Младший брат Дмитрий, который был очень известным адвокатом. И, наконец, в этом доме в 1911-1913 году жил художник Петров Водкин. Ну, кто не знает Петрова Водкина. Знаменитая картина «Купание красного коня». И говорят, что именно в этот период он создал вот это произведение. Возможно, он и здесь все это и делал. Кузьма Сергеевич Петров Водкин. Родился в 1878 году. Переехал в Ленинград. Русский советский живописец, график, теоретик, искусство, писатель и педагог. Заслуженный деятель искусств. Очень много про него здесь, наверное, написано. Это биография этого интересного художника, как мне кажется. Но я, наверное, читать это все не буду. Надо просто знать, что здесь жил и творил знаменитый наш художник Петров Водкин. Кстати, он был реорганизатор системы художественного образования в нашей стране. Первый председатель Ленинградского отделения «Союз советских художников». Вот так-то. В этом же доме в 1912 году был кинематограф. И владельцем этого кинематографа была Евстигнеева Людмила Павловна. Ну, тоже интересно, да? Вот в этом доме был кинематограф. Так же, такие дела. В этом доме жила горячая Людмила Алексеевна. Она родилась в 1934 году. Жила в городе Ленинграде на Васильевском острове. Вот. И в интернете можно найти ее воспоминания о блокаде. О блокадном детстве. Ну, вот, пожалуй, все об этом доме. Такой насыщенный дом, да? И знаменитыми людьми. Доходный дом Корниловой, который находится по адресу Средний проспект Васильевского острова, 56, угол 14-й линии. Такой дом творческих людей на нашей Ваське. Вот все. Всем пока, всем привет. До свидания.